Добрый день, уважаемые дамы и господа! Академик Азрая сказал только что, что инициатива сегодняшней встречи исходила от вашего покорного слуги на встречу Большой Восьмерки. На самом деле, это была его инициатива и инициатива наших российских специалистов, которые они меня попросили озвучить на встрече Большой Восьмерки. Так что я с лёгкостью перепасовываю этот мячик на сторону наших российских специалистов. Я ещё скажу об этом несколько слов. Но я, тем не менее, очень рад приветствовать в Москве всех вас и поздравить с началом работы конференции. Ваш форум объединяет учёных, предпринимателей, представителей природоохранных ведомств и общественных организаций многих-многих стран мира. Считаю, что это хорошая возможность всесторонне обсудить проблему глобального изменения клиентов. Именно поэтому мы так активно поддержали инициативу российской общественности, российских учёных в сегодняшней встрече. Эта проблема, проблема изменения климата, уже давно имеет не только научное, но и серьёзное практическое значение. В этой связи в современной науке важно определить степень реальной опасности глобального изменения климата. Учёные должны помочь найти ответ им на другой принципиальный вопрос, а именно каковы пределы антропогенного воздействия на климатическую систему. Очевидно, что масштаб стоящих задач требует объединения усилий всего научного сообщества. За последние десятилетия учёные и представители общественных организаций многих стран мира, в том числе и России, накопили солидный опыт кооперации. Это и информационный обмен, и проведение совместных исследований, и участие в многосторонних экологических и климатических программах. Убеждён, необходимо активно развивать такое взаимодействие. И Россия намерена всячески этому содействовать. Хочу также отметить роль международных климатических организаций и программ организации объединённых наций, в частности, межправительственная группа экспертов по изменению климата. Они вносят весомый вклад в координацию работы учёных разных стран мира, изучающих климатические проблемы. Убеждён всесторонний научный анализ, выводы юристов, экономистов и социологов, широкая поддержка общественности – необходимая основа для создания универсальной международно-правовой системы в области изменения климата. Вырабатываемые юридические нормы должны учитывать интересы каждого государства, не допускать установления ограничений на экономический рост и социальное развитие. И при этом предусматривать действенный механизм контроля за выполнением принимаемых решений и соглашений. Уважаемые дамы и господа, Россия не случайно стала инициатором проведения в Москве Всемирной конференции по изменению климата. Наша страна обладает значительным интеллектуальным потенциалом в области климатологии. Достижение отечественных научных школ и направлений – заслуги российских ученых, признанных международных сообществ. Кроме того, на территории России находится четверть лесов планет. Четверть лесов. На протяжении многих лет Россия вносит серьезный практический вклад в снижение антропогенной нагрузки на климат. Да, конечно, мы их хорошо знаем, и во всем мире это известный факт. За последние десятилетия в России наблюдался серьезный экономический спад. Вместе с тем, с 1990 года, в том числе и благодаря структурным сдвигам российской экономики, на это я хотел бы обратить особое внимание, сократилась нагрузка и выбросы на 32%. За счет этого в период с 1991 года до 2002 года было компенсировано почти 40% прироста выбросов парниковых газов в других странах, если начинать отсчет с 1990 года. В этой связи хочу отметить, что Россию активно призывают к скорейшей ратификации Киотского протокола. Я уверен, что и на вашей встрече многократно будут звучать эти призывы. Хочу отметить, что правительство Российской Федерации тщательно рассматривает и изучает этот вопрос. Изучает весь комплекс, связанный с ним непростых проблем. Решение будет принято после того, как эта работа будет закончена. И, конечно, в соответствии с национальными интересами Российской Федерации. Уважаемые участники конференции, мы уже не раз убеждались, что постоянный и конструктивный международный диалог позволяет находить ключи к решению глобальных проблем современности. Именно такой сложной и многофакторной является и проблема изменения климата. Сегодня партнерство в этой области служит нашим общим интересам, приносит реальную пользу всем странам, без всякого преувеличения, всему человечеству. И я уверен, что, сотрудничая друг с другом, мы сможем добиться еще больших успехов. Позвольте пожелать вам плодотворной работы, интересных дискуссий, реализации намеченных платок и знакомства с Москвой. Всего вам самого доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ